Это Вероника, наш поэт, который записывал, а у меня телефон до сих пор, там еще, я понял, пишет. Это очень здорово, хорошо, интересно услышать, будет ваша обратная связь, вы человек очень чувствительный, мы тоже в первый раз, да, интересно будет ваше состояние, какой будет человек, который по сердцу живет. У меня ощущение такое, человек, который вот пишет такие чувственные, глубокие, сердечные твороги, ну, он должен быть очень чувствительным, чтобы это написать, да, и, наверное, он переживает какие-то большие эмоции, да, потому что обычно, мы знаем даже по опыту там великих поэтов, когда у них какие-то были стрессы, любовь, развод и так далее. Больше всего создается из-за страданий в основном, а когда человек счастлив, он не выдает такие глубокие вещи. А вот почему интересно, да, вы смотрите, эмоции просто плюс-минус, казалось бы, это же нормально, если человек выдает какие-то свои переживания во время страданий, то почему их не выдавать, когда ты радуешься, это же плюсовая, мертвая вода, живая вода, поделись своей радостью, чтобы других вдохновить. Знаете, почему? Потому что... Когда ты пишешь о боли, то ты чаще всего соприкасываешься с болью того человека, который, кто тебя слушает. И тогда вот это творчество выпадает в сердце, оно запоминается, заставляет там плакать, чувствовать и так далее. Именно когда идёт на боль. Это вот сейчас у меня приходит усведомление, да, самим не такие. Потому что когда я посидел и понимаю, когда я счастлива, мне всё хорошо, мне почему-то не будет. Знаете, может быть, по такой мысли такая возникла. Когда мы испытываем боль, мы просто выходим на новый уровень и... Мы ищем новые возможности радоваться жизни в любой ситуации. Даже в самой болевой, а болевой ситуацией стресс, она оставляет нас двигаться. И в этой ситуации мы находим новые возможности радоваться жизни. Хорошая мысль, мне надо обсудить. Но я уже здесь, я хочу пройти этот путь. А мы будем за вами следить. Вероника, скажите вашу фамилию ещё раз. Нерло. Вероника Нерло. Нерло. Вероника Нерло, автор очень чувствительных, сердечных стихов, которые мы сегодня слушали на главной сцене. Я записал всё на аудио, сейчас пойду заберу свой телефон, послушаем. Там же так же, вот она будет проходить сейчас, эта дорожка. Взяваем паузу.